активный предприниматель здравствуйте дорогие наши слушатели зрители идет нас трансляции на youtube предприниматели и те кто думает встать на этот непростой но уверяю вас очень веселый путь валяться под пальмами как говорят многие а тем более смотреть как на планшет капают бабки точно не получится придется пахать и пахать меня зовут илья тимошин я руковожу союзом деловых людей и помогаю предпринимателям и буду с вами на волнах умного радио 16 до 17 по понедельникам средам и пятницам в программе активный предприниматель пишите свои вопросы в отца по номеру 8 903 797 6333 за самый интересный вопрос получите подарок в ну книгу конечно также для вас до трансляции на youtube канале серебряный дождь ну и подписывайтесь на телеграм-канал активный предприниматель прямо сейчас набирайте в поиске не откладывайте в долгий ящик следите за анонсами будущих эфиров также мы публикуем интересную информацию полезную для предпринимателей пишите свои комментарии кого бы вы хотели видеть на наших эфирах может быть гостей может быть какая тема вам интересна вот ну и конечно же заходите в чат активного предпринимателя и общайтесь ну если нужно будет посмотреть запись я эфира то на дзене серебряного дождя можно будет ее совершенно спокойно найти активный предприниматель на серебряного дождя мы начинаем и сегодня в гостях у нас ольга шулейна ольга приветствую вас добрый день на ольга ресторатор 33 точки это и киевиси и даблби и директора по развитию бизнес-школы экспедиции но мы об этом отдельно поговорим потому что когда готовились к эфиру этого проекта еще не было меня в него тоже занесло и это круто как прошел год как начинается новый ну год прошел по сравнению с предыдущим довольно таки оптимистично вот показатели вырослись по сравнению с предыдущим годом поэтому можно сказать что мы на такой позитивной ноте закончили двадцать третий год надеемся и в дальнейшем на какой-то рост смотрим оптимистичном будущее люди уже начинают все чаще ходить в общественные места все больше больше да конечно не то что чаще люди после пандемии наоборот вырвались в общественные места люди все больше хотят их посещать люди засиделись дома и прям после пандемии был такой всплеской после мобилизации сейчас на мой взгляд более-менее все устаканилось но если это можно так назвать но все равно люди активно ходят активно посещают общественные места хотят общаться все больше общаться и хотят ходить и в рестораны и в кафе и проводить там время более того многие же ушли в онлайн на работу и сейчас в кафе приходят чтобы поработать в том числе поэтому это тоже отдельный новый формат присутствия людей в ресторанах и кафе переговоры проводят в ресторанах да сейчас уже мне кажется там вся жизнь проходит у многих я просто на районе смотрю действительно кафешки загруженные с утра до ночи ребята сидят но сегодня хотелось конечно поговорить еще про женский бизнес как такая не знаю некоторая особенность разобраться вообще конечно же это интересно и вот это рестораны по франшизе потому что многие думают что франшиза это взял купил чё она там как-то само по себе работает но мы к этому вернемся здесь такой вопрос что драйвит вообще в проектах может быть какие-то планы есть которые не связаны или вот только именно ресторанная тематика интересна нет драйвит на самом деле некое созидательство но моя история такова что я длительное время проработала на госслужбе вот и в какой-то момент захотелось что-то чего-то своего чего-то создать новое к чему будешь причастен и на что точно будешь оказывать влияние потому что когда ты работник по найму то ты не всегда имеешь такие ресурсы и вот так появилась идея создания собственного бизнеса но поскольку создать собственный бизнес просто с нуля и все самому организовать довольно сложно поэтому думая над этим размышляя куда идти все-таки был выбран путь франшизный поскольку там все неким образом организовано рекламентированно куда-то тебя уже направляют что-то прописано и создать свой бизнес таким образом легче ну вот этот пути был но избран первая франшиза была франшиза кфс прикольно ну да мы про про франшизу много гостей было как раз преимущественно француза франшиза в том что максимально все прописано они сами ребята кучу ошибок наделали уже есть некие инструкции по которым вы проходите просто создаете бизнес наверное такой самый оптимальный способ начать предпринимательство нашей стране ну мое мнение тут такое что на самом деле франшиза бывает разная в одной франшизе все очень четко прописано регламентированно и тебе это с одной стороны помогает с другой стороны тебя ограничивает свободу в свободе действий и вот такая франшиза была франшиза кфс потому что сейчас это ростик потому что у нас двадцать пять точек и потому что в франшизе кфс все очень регламентировано все очень прописано тебе помогают открыть точки тебе оценивают точки говорят что здесь бизнес не пойдет но в то же время от регламентирована определенными поставщиками вот ты не можешь открыть точку там где тебе не согласовали реклама только соответственно централизованная и это было очень хорошим для нас опытом почему потому что опыта в бизнесе не было и фактически мы учились по таким вот регламентом и инструкциям которые прописала головная компания и все было очень понятно есть другие франшизы где не так все регламентировано не так все прописано и не так тебе помогают у тебя с одной стороны большое поле для собственной деятельности с другой стороны да совершенно верно илья увеличиваются риски то есть большинство рисков принимаешь на себя тебе франшиза датель не гарантирует такого как вот гарантированно в кафе все что ресторан у тебя откроется и он у тебя будет прибыльный к слову сказать что все вот 25 ресторанов которые мы открыли они у нас прибыльные и это прям был очень хороший бизнес для старта здесь очень интересный момент переход с госслужбы бизнес да вот это долго он длился и или как вот здесь что 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 такое переходным переходным моментом елась ну переходным моментом могу сказать что это были личные обстоятельства у меня родилось двое детей мне временно пришлось уйти в декретный отпуск и оттуда надо было уже думать куда дальше идти или по своему про то по своей проторенной дорожке или куда-то двигаться в новом направлении но говорю что уже был большой бэкграунд за спиной и хотелось чего-то нового и более того хотелось что-то делать своими руками что-то созидать поскольку по природе я вот такой созидатель и хотелось видеть результат своего труда поскольку вот я еще раз говорю в работе по найму это не всегда так происходит поэтому плюс были какие-то личные ограничения что уже работать с девяти до шести не представлялась возможным поэтому вот и был выбран новый путь развитие просто очень разные мышления если так взять госслужбы предприниматель абсолютно разное мышление мне пришлось его во многом менять и до сих пор приходится менять но это и очень интересный опыт очень интересный опыт для меня я как оказалось я боялась расстаться своим прошлым но как оказалось вот это мое мне удобно и легче принимать собственные решения и я не боюсь брать на себя ответственность поэтому этот путь для меня оказался очень интересным и выигрышным тогда получается когда рассматривали модель предпринимательства выбрали франшизу потом стали соответственно их мониторить на что вот обращали внимание чтобы максимально было прописано и меньше рисков было да нет наверное на интересный проект наверное интересный проект и то что к чему лежала душа вот следующая франшиза была выбрана франшиза кофеин дабыл би и что меня там привлекло мне хотелось создавать какие-то теплые вкусные места где людям будет приятно ну потому что в к и все все понятно стандартизировано в общем человек идя туда прекрасно понимая с чем он столкнется а в кофейнях дабыл би удалось и удается привнести свою душу и что-то вот там не так все зарегламентированное поэтому что-то удается делать самостоятельно что-то придумывать как развиваться какие-то новые товары привносить в продажу как-то оформлять кофейни как привлекать гостей дополнительных вот это все такой креатив который очень-очень зажигает на самом деле меня потому что вот этого немножко при всей замечательности франшизы кфс мне немножко этого там не хватало а сколько дабыл би точек у нас сейчас к нынешним моменту 7 точек сколько планируем мы планируем дальше развиваться дот но пока пока пола бизнес-план стоит до 30 30 до и сейчас надо сказать что сами кофейни дабыл би сам этот бренд находится тоже на таком этапе нового развития они идут в новый что ли формат и говорят о том что прежде всего идея дабыл би будет забота о людях здорово здоровье людей об их комфорте вот это такая новая идея что очень близко мне как человеку я тоже бы хотела развиваться в этом направлении получается вот по всеми точкам имея и имея возможность поэкспериментировать как вы говорите разные креативные идеи сразу видно результаты вы как это на одной точке 1 на 2 2 как какой как процесс от тестирования всяких идей приходит на самом деле на одной точке одно на другой второе не унифицирована по той простой причине что они все очень разные гости все разные по три запросу гостей разный поэтому очень индивидуальный подход я бы сказала а если нету такого нефти смотреть на бизнес с точки зрения женский не женский да у нас сейчас же модно там женское предпринимательство какое-то гендерное различие начинает происходить вы для себя как-то отличаете вот женский бизнес или общий бизнес я думала об этом когда шла сюда но как будто бы не различаю но есть некоторые там нюансы да словно что мне кажется мужчинам проще чуть-чуть да в бизнесе мужчин в бизнесе больше но на самом деле я бы все-таки недели делал по гендерного принципа то что и женщин сейчас становится в бизнесе много очень и женщины сильные стороны проявляют в бизнесе на самом деле бизнес есть бизнес тут скорее черты характера важны нежели нежели гендерный подход вот так мне кажется я бы не делила на женский и мужской бизнес да потом начнется еще куча куча сегмента здесь наверно такой вопрос мне это интересен когда мы говорим про женский бизнес или как бизнес и женственность не теряясь не теряется ли здесь женственность потому что нужно все-таки такое жестким быть тоже очень интересный и каверзный вопрос конечно некоторым образом приходится быть жестче и приходится по какой-то мере наступать на горло своей женской песни и тут главное сохранить баланс и уметь что-ли быть разные в разных ситуациях то есть на работе быть жесткой и в семье какой-то личной жизни оставаться женщиной быть мягкой это конечно челлендж вот над этим работаю стараюсь не терять этой составляющей хотя конечно бизнес подразумевает безусловно некоторую жесткость вот здесь у нас же это говорят что многие женщины становятся бтреверами все сама все сама вот здесь как это чтобы сохранить да в свою женскую энергию чтобы в семье не было вот этой жесткости как бизнесе очень прям тонкая грань чтобы не потерялась она это правда так ты заходишь в семью ты переоделся и все и ты уже не руководитель ты уже жена мама дочка и ну только таким образом мы же все мы же все разные в нас существует живет сразу несколько ипостаси и ты приходишь и переодеваешься в другую очень интересно если нести с работы что-то с собой в семью то он наверно ничего хорошего в этом не будет так это тоже умение это навык потому что я когда вот начинал у меня все в одном у меня эмоции распространялись просто везде это же нужно просто как вот и тянуть на работе кипиш идешь домой одежду кипиша снял одежду женственность отдела ваша но не буду лукавить безусловно это сложно без словно порой приходишь после какой-то сложной ситуации и тебя все еще а ты тянешь колбасит колбасит хотела уйти от этого слова но это правда про колбасит вот ты несешь ее с собой домой и не можешь остановиться ну вопрос когда удается это сделать когда-то нет но тут наверное мы все люди и дома тебя тоже понимают и любят с твоими порой недостатками вспышками и возможно когда ты не можешь справиться с собой но стараюсь стараюсь это делать ничего не могу сказать алексей из москвы интересный вопрос задает прослушал как гостя зовут зовут ольга шу ленина 33 точки это 25 kfc double b7 вот еще и закаем мы про него спросим вот вопрос очень интересный если если у ольги муж но это не с точки зрения какой у него статус он партнер помощник занимается своими делами или наоборот мешая бизнесу есть у меня муж да он занимается своими делами мой муж занимается научными проектами научными разработками и очень реализован в этой сфере хочет тоже все время создавать тоже он созидателю по своей натуре хочет все время создавать что-то новое и очень очень направлен на помощь людям поскольку у него в проекта в основном медицинской сфере на то чтобы у людей было долголетие хорошее здоровье вот в этом реализован мой муж здесь скорее если говорить про вашу деятельность то больше как помощник наверное да возникает ну партнер по жизни я бы вот так характеризовала безусловно мы советуемся он дает мне советы в моем бизнесе я тоже могу сказать свое какое-то мнение по поводу его проектов но деятельность и бизнеса разграничены круто друзья телефон для ваших вопросов 8903-797-6333 пишите ватсап у нас сегодня в гостях Ольга Шуленина ресторатор и директор по развитию бизнес-школы экспедиции хотел сказать синергия да когда готовилась эфир еще бизнес-школы не было но вот мы как-то теперь вместе будем ее развивать это будет интересная история для молодых школьников которые которых есть потенциал первое наверное куда придется привлечь это в кругосветку помогать будет большая кругосветка очень интересная возвращаемся к женскому бизнесу к ресторанному бизнесу к франшизному бизнесу все соединилось у нас такая интенсенция если говорить вот про бизнес про вашу продеятельность то это еда это франшиза что-то еще планируется в этом плане вот про Изакая расскажите как он возникло ну Изакая это авторский ресторан формат Изакая японский ресторан называется Joy открыт он на белорусской и он родился спонтанно вот тут наверное это такая совместная с мужем идея потому что хотелось куда-то приглашать своих друзей ну потому что в KFC не всегда пригласишь кофейнее это только перекусить попить кофе а если покушать и пообщаться длительное время то как будто бы к себе некуда и вот таким образом у нас родилась идея своих собственных уже не франшизных ресторанов ресторанов но в партнерстве и вот открылся буквально месяц назад такой ресторан Joy изакая куда мы с удовольствием приглашаем гостей своих друзей надеемся что он будет успешный ну а тут время покажет по крайней мере все стартует сейчас очень очень это не франшизная история это не франшизная история да это история с нашими партнерами вот Глеб и Леодор Марачи у них уже своя ресторанная история есть и вот этот ресторан у нас вместе а имея франшизный опыт есть ли идея например упаковать это потом во франшизу и двигаться масштабироваться по модели франчайзинга Илья трудно сказать скорее наверное нет чем да потому что хотелось бы чтобы это был такой уникальный ресторан индивидуальный но как будет развиваться дальше быть может потому что все франшизы из чего-то развились если это будет очень востребовано масштабируемо да то почему нет пока мы не смотрим именно по языка и Joy мы не смотрим в такое будущее а там кто знает прикольно а вот сейчас если говорить про бизнес но все-таки для меня вот этот интересный переход с госслужбы в предпринимательство это прям нужно настолько трансформировать мышление и встроиться вообще в другую реальность вот сейчас для вас самый сложный самый сложный и самый простой что в бизнесе? ну простого в бизнесе наверное практически нет самое сложное наверное это увольнять людей потому что сложно расставаться с ними сложно озвучивать людям такое решение и все-таки у меня есть какой-то такой как ты стараешься не привлекать женское точнее мужское начало домой да так как будто бы не должно быть женского в бизнесе что-то такого личного теплого но все равно оно имеет место быть поэтому очень трудно понимать вот такие режущие по сердцу людей решения а самое простое ну для меня самое простое это наверное общение с людьми самое простое самое приятное наверное то чего мне не хватало в прошлой моей деятельности и сейчас этого много и очень-очень я скажу в бизнесе очень интересные люди очень креативные очень широко мыслящие и вот это наверное одна из самых интересных новый мир открывается да новый мир открывается самых интересных составляющих бизнеса круто есть ли какие-то может быть или формируются правила вообще вот как личности ведения бизнеса не знаю там честность прозрачность у каждого какой-то может быть свой набор уже проявлять сейчас это честность прозрачность наверное безусловно я бы сказала что правилами еще для меня является структурированность и организованность потому что потому что госслужба нет потому что бизнес тоже нельзя пускать на самотек людьми тоже нельзя руководить спонтанно поэтому это всегда какой-то порядок некая упорядоченность вот здесь я могу сказать очень помогла мне такая система как скрам вот которую с которой я не так давно познакомилась и вот она очень упорядочивает мы ее внедряем в нашем бизнесе и она очень его упорядочивает очень очень интересный управленческий подход узнали его благодаря такой компании которая в Волгоградской области создана была и работает наверное Горячев придет на эфир вот уникальный совершенно человек у них уникальные показатели по бизнесу ну тогда я не буду углубляться Михаил все и расскажет про свой скрам но мы ездили туда учиться работаем по этой системе и она конечно приносит свои плоды очень упорядочивает мозг и деятельность компании а вот здесь тоже тонкий момент если говорить про учиться я вот ну не знаю мне кажется предприниматель он учится ежедневно потому что меняются ну там скиллы разные сервисы чего-то там сейчас интеллект искусственный у нас был на последнем эфире Вени Кизеев у них искусственный интеллект с нуля разработал курс обучения сценарий программу домашних заданий интеллект записал видео создал сайт и он сделал еще цифровой двойник который за него вебинары проводит только жена там отличает он это или не он ну то есть за многим да надо следить здесь вот говоря про обучение про развитие как предпринимателя потому что по факту наверное для вас это все таки только начало какого-то предпринимательского пути как вы определяете то чему учиться ну безусловно бизнес это обучение каждый день степ бай степ определяет наверное не я определяют обстоятельства определяет жизнь она сама подкидывает некие идеи чему тебе сегодня надо научиться и мир действительно настолько стремительно развивается что вот ты узнаешь что-то новое и ты понимаешь что тебе этому надо учиться ну так вот было со скрамом случайно совершенно вот знакомых своих мы узнали об этом и захотелось этому научиться ну то есть тут вот наверное извне приходят идеи чему тебе стоит учиться а изнутри тебя идет желание совершенствоваться в чем в бизнесе да круто если говорить про может быть женские франчайзинг в ресторанном бизнесе что какие бы рекомендации может вы дали девчонкам которые будут слушать которые думают блин хочу пойти в бизнес может быть франшиза может быть дать так всем кто хочет пойти в всем кто хочет пойти в бизнес и во франшизу в том числе я бы рекомендовала пойти заниматься тем что тебе по душе потому что только там что такое бизнес это 20 друзья что такое бизнес женский франчайзинг мы скоро продолжим вернемся активный предприниматель друзья мы продолжаем активный предприниматель умное радио 8 903 7 9 7 6 3 3 3 ватсап для ваших вопросов за самый интересный вопрос получите подарок ольга принесла книгу интересную в гостях у нас ольга шугленина ресторатор киевси 25 точек W7 пока еще и закая джо ресторан на белке было там очень вкусно очень прикольно очень понравилось добро пожаловать всем очень ждем гостей да мы закончили на рекомендациях по франшизе что выбирать как выбирать на что обратить внимание но тут вопросы интересные гостей пошли вот у нас Алексей спрашивает как научиться делегировать вопросы доверять людям в их решениях и второй актуален ли формат точек кофе с собой в 2024 году перенасыщены ли данные ниши ну делегировать это называется наверное путем доверяй но проверяй то есть путем только взаимодействия опыта с людьми потому что ну сразу доверить людям делегировать им что-либо наверное невозможно просто это только путем их тестирования ну на мой взгляд мой подход такой ну работы с людьми то есть ты берешь на работу человека смотришь как он работает что-то ему потихоньку я открою секрет общались с набутовом дискуссии что это действительно в ресторанном бизнесе тяжело доверять потому что колодей к разных тяжело доверять да поэтому ты все время проверяешь ты делегировал сначала чуть-чуть потом еще побольше потом еще побольше снял обратную связь посмотрел как человек это выполняет да проверил его на добросовестность и потом ты ему можешь доверять все больше и больше ну то есть таким опытным путем на мой взгляд мой подход такой ну а нет такого здесь ну у меня подход всегда такой доверяй пока тебя не убьет в обратном но и полное доверие незнакомому человеку тоже нельзя безрассудно все таки полное доверие нельзя поэтому собственник всегда должен быть в бизнесе он должен понимать в нем во первых и все время находиться в процессах все время контролировать желательно быть в своих местах где идет твой бизнес побольше это дает тебе какую-то картинку того что в реальной жизни происходит ты все время снимаешь какую-то информацию общаясь с гостями допустим общаясь с персоналом общаясь с самими менеджерами ну вот таким путем а про точки кофе с собой что думаете думаю что этот формат сейчас очень-очень набирает обороты и он сейчас популярен и активен перенасыщена ли кофейная индустрия ну наверное и да и нет с одной стороны кофеин очень много огромное количество появляются новые интересные бренды и с другой стороны они все востребованы ну тут вот как я сам не знаю вопросы настолько мне тоже интересно потому что я ехал на машине вот едешь смотришь в окно кофе с собой кофе с собой кофе с собой табак табак аптека причем на каждый кофе есть свой потребитель есть дешевый кофе и простой кофе есть кофе из концентрата есть кофе из зерна есть спешлти кофе поэтому каждый уже как эксперт в кофе каждый кофе он востребован у него есть свой потребитель который купит его придёт очень важно мне кажется в любом ресторанном и кофейном бизнесе эта локация смотря где расположено место отсюда у тебя его успешность Так, еще Игорь из Ярославля вопрос задает, но чуть позже к нему вернемся. Мы во время рекламы говорили как раз про экспертность, почему это важный вопрос, потому что многие думают, что франшизу ты купил, и ты ничего делать не будешь, поставил каких-то управляющих, они сами что-то там делают, а просто смотришь, как тебя пополняют карту регулярно условно. И здесь как раз про этапы развития экспертности. Вот KFC, да, вы пришли, вы ничего не разбирались в ресторанном бизнесе, стали благодаря франшизе уже погружаться, и появляется эта экспертность. Я пыталась приобрести экспертность своим опытом. Я ездила, искала самоточки, смотрела локации, я сама приходила на кухню, смотрела, как там все устроено, мне все рассказывали, объясняли, я погружалась в эти процессы, я пыталась приготовить картошку фри сама. То есть во все процессы я пыталась погрузиться. Конечно, это не досконально и не окончательно, все равно сделать невозможно до конца, но максимально понять с моей позиции, как это работает, я всегда пытаюсь в бизнесе. И вот сейчас, погружаясь в кофейный бизнес, у меня, вот как раз в перерыве рассказывала Илья, что у меня была идея, которая, к сожалению, пока не реализовалась, но в силу просто занятости. Бизнес расширяется, точки появляются, надо и всем этим тоже заниматься. И я пока не дошла до той своей идеи, с которой я пришла в кофейный бизнес, я хотела сразу выучиться на бариста, чтобы понимать, как кофейный бизнес работает изнутри, потому что главный человек в кофейный бизнес не гость, а второй человек – это барист по значимости. И вот чтобы это все понять изнутри, я хотела пройти такой вот курс, но пока у меня руки не дошли, надеюсь, что я реализую это все. Хотя все равно удалось за это время много погрузиться, я тоже бываю часто на точках, в местах, смотрю, как это работает, спрашиваю, узнаю, и, в общем, информации уже довольно много в голове. А зачем это нужно? Потому что, ну, например, если мы говорим QC, там же все прописано, зачем мне разбираться, просто делаю. Для чего это нужно проходить, вот вам конкретно? Если в WB, наверное, понятно, если вы погрузитесь, можно что-то прикольное поизобретать, повнедрять, когда глубоко разбираешься в кухне, или, может быть, какие-то другие правила действуют? Ну, для чего мне это было нужно? Для того, чтобы понять, как работает сам вот этот бизнес QFC. То есть, когда я погрузилась в это все, я поняла, что процессы очень отлажены. Если вы когда-нибудь были на кухне QFC, то там все регламентировано до того, сколько раз тебе руки надо помыть, что тебе нельзя из сырого цеха перейти в горячий цех просто так. То есть, настолько процессы отлажены, что ты понимаешь, что бизнес очень продуманный и эффективный. А когда я выбирала сама точки, искала точки сама, да, то есть работала как менеджер по развитию, то это позволяет тебе оценить и понять, стоит тебе в каких-то локациях открываться или не стоит. Ну, то есть, для понимания бизнеса изнутри вот так вот, наверное. — Ну, здесь тоже, да, и, наверное, ключевой еще момент, что, когда мы говорим, где более развязаны руки, там, типа WB, да, то тоже важно понимать, чтобы потом контролить, а где-то там можно что-то по-другому сделать, да, чтобы в курсе быть. Вот, прочитаю вопрос от Игоря Зярославля, тоже очень интересный. Ольга, можете экспресс потестировать идею для франшизы? Кофейни и кофейные островки очень популярны, как франшизы. А есть ли место на рынке для точки с горячим шоколадом и какао, как полезная альтернатива? Я делаю натуральный шоколад, и он, в отличие от магазинного и от кофе, очень полезен. — Ну, сейчас полезные продукты набирают, конечно, оборот. Другое дело, что на рынке все-таки уровень предлагаемых набитков, на мой взгляд, такой довольно бюджетный и в связи с этим, быть может, зачастую не очень качественный. Поэтому насколько там будет конкурентно способен вот такой шоколадный какао, мне кажется, что скорее нет, чем да, но опять же тут надо пробовать. Зависит от какого рынка, какой это рынок, да, где он находится, кто клиент. Поэтому, может быть, надо пробовать на такое экспресс-тестирование. — Согласен, согласен. Игорь, смотрите, у нас еще мы запустили для предпринимателей, мы его назвали «Консьерж сервис», где наши эксперты консультируют по разным вопросам, там от мер поддержки до масштабирования, в том числе, консультации у нас бесплатные все, поэтому напишите в Телеграм-канале «Активный предприниматель» любой комментарий, и есть у нас эксперт по масштабированию, я думаю, что он прям уже по слабым местам быстро пройдется, да, и с точки зрения среднего чека, и вообще во встребованности продукта. — Конечно. — Актуальность, вы тоже правы, она важна, потому что я придумал квадратные шляпы, они не нужны, надо потестировать. — Да, потому что мы просто тут сходили из общих факторов, а очень много факторов влияет на принятие решения. — Так, возвращаемся к экспертности, круто, поизучали все, а дальше, когда возвращаемся к рекомендациям по франшизам, вот слушать нас любой человек, который хочет открыться по франшизе, что вы порекомендуете? — Ну, я уже порекомендовала, это выбирать то дело, которое тебе по душе, куда ты готов погрузиться, чем ты готов сам заниматься, вот условно я бы, может быть, если бы начинала раньше, готова была бы, наверное, варить сама кофе, и мне это нравится, мне нравится атмосфера в кофейне, поэтому я с удовольствием этим занимаюсь, развиваю и погружаюсь в это. Поэтому надо выбирать прежде всего дело, которое тебе по душе, близко. Наверное, если говорить о женском бизнесе, о женских каких франшизах, то... — Салоны красоты. — Да, стоит выбирать женщинам то, что им близко. Может быть, это салоны красоты. — Сама пришла, крифанула бы себе. — Да, может быть, это какие-то вот места, где приятно провести время. Может быть, это места, что очень актуально для молодых мам по развитию детей. — Ну, сейчас детские. — Тоже много франшизного бизнеса, связанного с детками. И мама сама уже эксперт в этом, когда она вырастила хотя бы одного ребенка. Естественно, она может взять такую франшизу и очень-очень просто погрузиться в этот бизнес. Ну, наверное, вот с этого я бы рекомендовала начинать. — Вот здесь тоже, наверное, ключевое — погрузиться в бизнес, да? По факту не важна тематика, потому что сама по себе модель франшизы вас неизбежно погрузит в него. — По факту да, но все равно, наверное, женщине погрузиться, допустим, условно, в бизнес, связанный с автомобилями, несколько сложнее, чем в бизнес, связанный с красотой или с детьми, ну, с тем же питанием, с хорикой. Все-таки есть тут некоторый гендерный подход, Илья, вынуждена я признать это. — Про гендерный подход еще в конце. — А вот возвращаясь, кстати, к гендерному подходу, к женскому бизнесу, пока был перерыв, какая идея мне пришла, как сохранить свою женственность, да, и быть в том числе бизнесменом. — Бизнесвуменом. — Бизнесвуменом, да. Я подумала про свой подход, про свою жизнь, что же мне удается, позволяет это сохранить. А это на самом деле то, что я иду рукообраку с сильным мужчиной, вот, который позволяет мне оставаться женщиной. И вот именно в этом, наверное, мой личный секрет того, что не удается провалиться вот в эту такую мужскую силу и дома, и везде, в пространстве. — Или не снести своей силой слабого мужчину. — Или не снести своей силой слабого мужчину, но, самое благо, рядом очень сильный мужчина, гораздо сильнее, чем я, и поэтому рядом с ним хочется быть женственной женщиной самой настоящей. — Серж из МСК спрашивает, расскажите, пожалуйста, про сам старт, да, вопрос очень интересный. Как решились, про деньги на франшизу, сколько потребовалось на первый вход, были ли свои, или привлекали? Потому что, действительно, ведь многие, когда видят франшизу, а если своих нет, они начинают где-то искать, да, вот, финансирование, вот, первый этап, когда нужны финансы, как у вас это начиналось, и что порекомендуете здесь? — У нас начиналось это с небольших скопленных своих сбережений, и были привлечены гораздо большие кредитные средства. Мы начинали с кредитных средств, мы до сих пор работаем на кредитные средства, их потихоньку отдаем, привлекаем новые, потому что сначала были одни объемы, потом другие, мы расширялись, и до сих пор расширяемся, поэтому своих таких средств нет, поэтому это кредитные деньги. Конечно, сейчас, в условиях нынешней экономики, кредитные деньги очень дорогие, бизнес с этим еще больше осложняется с привлечением кредитных средств, но удается все равно идти вперед и развиваться. — А кредитная ставка влияет, да? — Конечно, очень влияет, напрямую влияет. — Сильно меняет юнит-экономику? — Сильно меняет реальность, Илья, сильно. — Интересный вопрос спрашивает, а где Ольга познакомилась с сильным мужчиной? Я думаю, сейчас таких миллион вопросов будет. Где они обитают, где их найти? — Мне кажется, они обитают везде, на самом деле. Я познакомилась на работе, это не секрет, очень много. Люди знакомятся на работе, поэтому... — На какую работу нужно устроиться? — Они бывают на любой работе, Илья, в любом месте. Поэтому тут, наверное, секрет не в том, где найти, а как его увидеть. Потому что, когда мы встретились, не было такого большого опыта ни у него, мы встретились как еще начинающий специалист. — Друзья, мы скоро вернемся, важно верить в чудеса. — Друзья, мы к вам вернулись. Меня зовут Илья Тимошин, а в гостях Ольга Шуленина, ресторатор, веселый человек. — Спасибо, Илья. — Который пришел из госслужбы в бизнес. Конечно же, книжка в подарок за интересный вопрос. Вопросов много очень интересных. Сергей из МСК. Говорит, что МСК — это Москва. Я в курсе. Спасибо большое. Итак, давайте тогда резюмировать. У нас прикольно получилось про женское задеть немножко, и про франчайзинг, и про ресторанный бизнес. Наверное, какое-то пожелание, может быть, разным категориям. Женщинам, франшизерам, начинающим. — Ну, пожелание, наверное, всем одно — не бояться идти во что-то новое и пробовать себя ровно там, что тебе по душе, в чем у тебя есть интерес, чем ты мог бы заниматься 24 на 7, не жалея своего времени. Вот такое, наверное, только пожелание. — А если бы сейчас вы обращались к себе вот в прошлое, в то, когда, может быть, пошли только на госслужбу, чтобы вы сказали? — Подумай. Может быть, это не твоё. — А если бы была волшебная палочка, чтобы вы сделали? — А если бы была волшебная палочка? — Всем девушкам по франшизе. — Я бы, наверное, всех сделала счастливыми. — Ну как? — Ну это же волшебная палочка, Илья. — Ну да, здесь такой вопрос. Какой вопрос, такой ответ. Так, круто, тогда давайте короткий блиц. Жизнь — это? — Игра. — Игра. А бизнес — это? — Это большой труд. — А предприниматель — это? — Это тот, кто рискует. — Трудности? — С ними можно справляться. — Кайф, удовольствие. — Должен быть умеренным. — Чтобы передоза не было от удовольствия. — Абсолютно. От любого кайфа. — Да. И успех. — Это что-то головокружительное. Но важно держать себя в руках. — Важно вовремя снять корону. — Согласна. — Да. И вот такой вопрос, наверное, под завершение уже. Про государство помогало ли? Потому что действительно во франшизу вообще в этой истории много сейчас уделяется внимания. И я знаю ребят, которые, приходя в разные структуры, получали деньги. Потому что у многих вопрос про финансовые. Хочется начать франшизу? А где взять деньги на эту историю? Насколько вы пользовались? И верите ли в эту поддержку? — Верю в поддержку. Государство очень помогает малому бизнесу. И, наверное, этими мерами обязательно стоит пользоваться. Поскольку все, кто начинающие, не будут относиться к малому бизнесу. Мы пользовались мерами поддержки, когда были малым бизнесом. К сожалению, нашему большому в рамках ресторанов КФС мы вышли, перевалили за эту категорию. А еще мы пользовались мерами поддержки, которые были в пандемию. Тоже они нам очень помогли выжить. Потому что ресторанный бизнес был в большей степени под ударом. Все было закрыто. И трудные были времена. Круто. Как, по-вашему, франчайзинг будет развиваться в нашей стране? — Думаю, что будет появляться все больше и больше франшиз. И, наверное, в большей степени войти сверх. — Войти? — Мне кажется, да. Туда вообще идет весь мир. И франшиза тоже. — Ольга, ну что, спасибо вам огромное. Я думаю, что мы с вами еще не раз пересечемся в деятельности бизнес-школы экспедиции. Вот нас так судьба там свела развивать эту историю. Это будет крутая молодежная тусовка. Молодежь, у которой есть потенциал. Проявляйтесь. Ну и, конечно же, подписывайтесь на телеграм-канал «Активные предприниматели». Мы будем там анонсировать в том числе и деятельности бизнес-школы. Ну и, конечно же, будут и анонсы наших новых эфиров, кто будет в гостях. И пишите, друзья, ваши комментарии, кого бы вы хотели видеть. Может быть, у вас есть вопросы. Также мы сделали для вас чат. Переходите в чат. В любом моем посте есть ссылочка. Сдавайте вопросы. У нас там есть эксперты и предприниматели. Дискутируем, обсуждаем. А если нужно пересмотреть эфир, пропустили часть, ничего страшного. Дзен серебряного дождя. Через несколько дней выйдет эфир. Спрашивает у меня здесь книга кому. Книгу мы уже, наверное, выберем вопрос за эфиром. Обязательно напишем и отправим книжечку. Вот, друзья, ну что, мы с вами прощаемся до понедельника. У нас сегодня пятница. Да. Да, понедельник, среда, пятница. С 16 до 17. Умное радио. Активный предприниматель. Предпринимателем быть в наше время непросто. Да и никогда не было просто. Под пальмой валяться, друзья, не получится. Придется пахать и пахать. Здесь действительно, как сказала Ольга, важно делать то, что вы любите. И тогда вас будет драйвить, вы не будете выгорать, вы будете постоянно что-то придумывать. Но, говоря про женский бизнес, важно очень сохранять свою женственность. И это очень тонкая грань. Главное здесь ее не потерять. И тогда будет и в семье порядок, и в жизни четко.